Музыка Все, зима по закону и календарю. Пора подводить какие-то итоги года и уверенно смотреть в будущее. Это по-прежнему она. Музыка 2 декабря 1931 года собрались местные чиновники на заседание урокомитета Охотско-Венского национального округа. Им махом приняли постановление об оплате жилья в Нагаево. Действительно, за палатки, землянки и бараки надо платить. В 1932 году, 28 ноября, стало возможным потрещать по телефону. С палаткой установили телефонную связь. Собачья почта теряла актуальность. А вот 5 февраля какое-то непонятно грандиозное событие. На заседании в Президиуме Охотско-Венского округа сполкома создан комитет нового алфавита. В составе 8 человек. Какие-то революционные идеи двигали. И в тот же день 1932 года директор Дальстрой Эдуард Берзин выступил на парткоме Треспот и заявил о выделении по постановлению ЦК партии большевиков в самостоятельную территорию района деятельности Треста Дальстрой. Небольшое государство за колючей проволокой получило собственные границы. От 9 февраля все того же 1932 года в Чеченской области родился будущий первый секретарь Магаданского обкома КПСС Николай Иванович Мальков. Он правил 8 лет. После харизматичного Сергея Афанасья Шайдурова. И был человеком сухим и жестоким. Как вспоминают журналисты газеты «Магаданский комсомолец», Мальков однажды вызвал руководство газеты и долго ругал за использование в материалах слова «Колыма». Основной аргумент, а нет такого названия, есть «Магаданская область». Будучи человеком по болезни непьющим, Николай Иванович чуть не заморозил все областные и городские власти. В шайдургских времен повелось согреваться во время демонстрации известным русским способом. За трибуной обычно стоял красный автобус, в котором было открыто все, что надо. Мальков традицию сломал. И областные и городские чиновники были вынуждены простоять на трибунах во время демонстрации без подогрева в течение трех-четырех часов. В 34-м году, 20 ноября, вышел в свет последний номер газеты «Колымская правда». А 27 ноября свет увидел первый номер газеты со звонким названием «Дальстроевец». Кстати, помните бравого комсомольца Пастернака, отправившегося в сотоварищи в Хабаровск на лыжах? Так вот, в первом номере «Дальстроевца» были напечатаны его воспоминания о 4000-километровом марше. 29 ноября 1934 года в отделе НКВД «Подальстроев» было организовано отделение пожарной охраны. Оно объединяло топорников и брандмейстеров следующих пунктов. Магадан-Нагаево, Тауськ, Олах, совхоз Дубча и все поселения по трассе до Стрелки включительно. 27 ноября 1935 года в Магадан приехал известный агроном Александр Тамарин, который называли «Дальневосточным Мичуриным». В ноябре 1937 года он поехал в выпускную материю. Потом происходит нечто непонятное по современным меркам, но, видимо, совершенно естественное для тех лет. Тамарина увольняют из системы «Дальстроев», арестовывают и расстреливают в 1938-м. Реабилитируют только в 1958-м. 5 декабря 1936 года газета «Советская Колома» отрапортовала магаданцам, что строительство четырехэтажного здания новой школы ведется опережающими темпами. Заодно посчитали процент готовности. Оказалось, что здание готово на 67%. Вот это точность. Год 1937. В небольшой отрезок начала декабря вместилось много знаков трагичных событий. Но обо всем по порядку. Начнем с культурных дел. 29 ноября в цокольном этаже многоэтажного кирпичного здания на перекрестках Колымского шоссе и улицы Берзина, тогда его еще имени, открылся книжный магазин Колымского издательства. На следующий день в клубе «Усвитла» прошла премьерная демонстрация нового советского блокбастера «Петр Первый». И вот она, 1 декабря 1937 года. В магадан прибыл пароход Николай Ежов. Помните, потом его переименуют Феликса Дзержинского. На его борту находились высокопоставленные работники НКВД, которые должны были замещать директора для строя Берзина и его замов во время пусков. В частности, это был Карп Александрович Павлов, который, кстати, уже после отъезда из Дальстроя был назначен начальником всего ГУЛАГа. Павлов застрелился в 1956 году. Недоброй памяти Степан Николаевич Гаранин, начальнику «Свитла». Времена его кровавого правления получило название «Гаранинщина». Людей стреляли за любое выражение недовольства, урезались зэковские пайки, увеличились нормы выработки. Уже через год Гаранина расстреляли свои же. 3 декабря Эдуард Берзин подписывает свой последний приказ номер 391. Прибывшего из НКВД СССР назначено моим заместителем товарища Павлова считать прибывшим к месту службы и приступившим к работе с 1 декабря 1937 года. Интересно, а догадывался ли Берзин о том, что ему готовила судьба и его чекистские начальники? Тем более, что уже 5 декабря звучит первый звонок. Арестован один из соратников Берзина, начальник авиатряда Дальстроя. Старевич, колесо закрутилось. 6 декабря 1986 года переехала центральная сберкасса. Вот отсюда, с проспекта Ленина, в новое здание. Семиэтажку, построенную на берегу речки Магаданки. В 1987 году, 5 декабря, в Магадане открыли новую универсальную станцию техобслуживания автомобилей. Машин в городе было мало, пробок не было вообще. А иномарки мы видели только в кино. 9 декабря 1995 года открылась крайне престижная тогда поликлиника Рыбпрома. А точнее, медико-санитарная часть Магадан Рыбпрома. Сейчас это просто поликлиника номер 3. Завтра начинается юбилейная 50-я неделя из 52 существующих в году. А это значит, что чудная планета все ближе к своему самому любимому и самому веселому празднику. Что было дальше? Об этом через неделю. Продолжение следует...